Уважаемые зрители, представляем вашему вниманию результаты работы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции за минувшую неделю с 30 ноября по 4 декабря. С участием председателя Агентства Олега Шпикбаева и министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ирина состоялась встреча по профилактике коррупции в органах гражданской защиты. В свою очередь, председатель Агентства отметил тренд снижения коррупции в органах гражданской защиты и ознакомил представителей Министерства с новыми законодательными инициативами. В Министерстве в дальнейшем будет открыт проект на офис Адалдгалана в соответствии с принципом прозрачности и искоренения бытовой коррупции. Также в завершение встречи стороны подписали совместный меморандум о сотрудничестве. О деятельности Адалдгалана на аппаратном совещании Агентства доложили заместитель Акима города Алматы Ержан Бабакумаров и вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов. В завершение доклада председатель Агентства дал ряд поручений по усилению работы Адалдгалана в центральных и местных государственных органах. На этой неделе Олег Шпикбаев с двухдневным рабочим визитом посетил Западно-Казахстанскую область. Рабочая поездка началась в Бурлинском и Чингерлавовском районах области, где он ознакомился с работой сервисных акиматов, управлением государственных доходов, корпоративный комплайн с службой компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг», а также посетил спортивный комплекс «Карачаганак» и ряд социально значимых объектов. Кроме того, глава ведомства встретился с общественностью, бизнес-сообществом и активом района и провел прием граждан в рамках проекта «Халах-Энэ» совместно с руководителем Республиканского проектного офиса Адалдгалана Торигеном Байгулу и руководителем проекта Адал-Кумек Айманом Маровой. Председатель агентства выслушал каждого обратившегося, ответил на вопросы и дал поручения по решению проблемных вопросов граждан. В ходе рабочей поездки в город Уральск глава ведомства ознакомился с деятельностью фронт-офиса правительства для бизнеса, проектного офиса Адалдагалана, производством областных предприятий «Кублей» и «Кван», находящихся под антикоррупционным сопровождением в рамках проекта PBI. Также рабочая группа посетила Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангирхана, колледж сервиса и новых технологий, Кушумский центр оказания специальных социальных услуг для детей с особыми потребностями, от которых отказались родители. Завершая свой визит встречей с активом области, бизнес-сообществом и журналистами, председатель агентства рассказал о законодательных антикоррупционных инициативах и деятельности агентства. В соответствии с принципом слышащего государства, председатель агентства в режиме онлайн принял жителей города Алматы и Кустанайской области и дал соответствующие поручения по их жалобам. Первый заместитель председателя агентства «Олжас Бектенов» и детско-юношеская организация «Жас Улан» подписали меморандум о сотрудничестве по формированию антикоррупционной культуры среди подрастающего поколения. По соглашению сторон отныне организация «Жас Улан» будет активно взаимодействовать с добровольными школьными клубами «Адал-Арпак». Также первый заместитель председателя принял участие в международной онлайн-конференции, организованной антикоррупционным ведомством Узбекистана. В своем выступлении он подчеркнул необходимость повышения прозрачности, подотчетности госаппарата и общественного участия для эффективного противодействия коррупции. Участники конференции отметили важность принимаемых мер и дали положительную оценку деятельности в данном направлении. Аким города Алматы Бахчан Сагентаев провел совещание по социально значимым вопросам и вопросам борьбы с коррупцией. На совещании, в котором приняли участие члены специальной мониторинговой группы, представители проектного офиса Алматы Адал-Дагалана и общественники, глава мегаполиса ответил на вопросы о прозрачности и доступности государственных органов, деятельности фронт-офисов и Адал-Дагалана. В рамках проекта агентства «Антикур-Лайф» состоялись онлайн-интервью в прямом эфире с участием директора медиахолдинга Еллирда Ахпарат Жархана Тусук-Петулы, руководителя департамента агентства Пажамбурской области Адельхана Ашербаева. Всего во всех территориальных департаментах проведено 212 прямых эфиров с участием 164 внешних экспертов-спикеров и представителей различных отраслей. Также в рамках проекта «Антикур-Ньюс» состоялся онлайн-брифинг с участием уполномоченных лиц по реализации проекта касательно предварительных итогов научной антикоррупционной экспертизы. В рамках проекта агентства «Адал-Кумек», предоставляющего бесплатную правовую помощь, в территориальных антикур-центрах проведено 294 прямых эфира с охватом около 190 тысяч человек. Организовано 9 встреч, опубликовано 14 разъяснительных видеороликов. Руководитель проекта адвокат Айман Умарова провела прием граждан в Западно-Казахстанской области и организовала около 60 правовых консультаций. По инициативе агентства во всех регионах страны открываются сервисные акиматы для обеспечения открытости и доступности государственных учреждений, быстрого и качественного обслуживания граждан. На этой неделе акимат Каракьянского района Мангеставской области перешел на сервисное обслуживание. В Байдебекском и Сайрамском районах Туркестанской области открыты сервисные акиматы в Аллахтах-Кенгсе. Предложение антикоррупционной службы в отношении Департамента уголовно-исполнительной системы города Шимкен и Департамента государственных доходов Алматинской области об устранении обстоятельств, способствовавших совершению уголовных и других правонарушений на основании статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан обсуждались с участием руководителей соответствующих территориальных департаментов и трудовых коллективов. Территориальными департаментами агентства совместно с проектными офисами Национальный центр качества дорожных активов и Сахтахжол-Адалт-Галана продолжается мониторинг качества улиц, городов, районов и важных дорожных развязок. На этой неделе в Казахстанской и Североказахстанской областях проверено качество автодорог, выявлен ряд недостатков. В населенном пункте Айртаусского района Североказахстанской области подрядчику, который в мороз укладывал асфальт, вынесено предупреждение за нарушение технических требований. Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении первого заместителя Акима Атравской области и руководителя управления строительства области. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере на сумму 185 миллионов тенге за содействие в подписании акта приемки в эксплуатацию нового больничного комплекса на 200 коек в городе Кульсары, жилого Искова района Атравской области. 3 декабря текущего года уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атравской области. Уважаемые зрители, вы ознакомились с недельными итогами работы агентства и его территориальных департаментов с 30 ноября по 4 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова